так почему так происходит просто я много слышу что вот что азимы допустим хорошо перезимов фазе шильца ну а для чего это когда у тебя для чего тогда сеять азимы если у тебя корневая система не развита что ты хочешь получить ты не развил с осени корневую систему у тебя азимы вроде бы хорошо перезимовали у тебя примеру резкоконтинентальный климат то есть холодная зима и жаркое лето у тебя резко наступило лето и азимы твои страдают одно дело когда у тебя плавный переход когда у тебя два три месяца прохладных есть да здесь можно азимую отправлять и фазе шильца она в целом разовьет свою корневую систему она будет куститься то есть проблем не будет но любой стрессовый такой вот год будет приводить к недобору урожаю из-за того что вы сеете более поздно конечно есть регионы где это получается есть регионы где это скорее всего будет не работать или будет проваливаться года от ну ну зависимости от года потому что в целом спрогнозировать какая у тебя будет весна но просто невозможно поэтому здесь все же нужно азимую пшеницу отпускать в зиму раскустившийся сильной с мощной корневой системой чтобы она легко перезимовала и легко справилась к примеру с весенним летним стрессом засухой то есть это это вот как раз и преимущество азима если этими преимуществами не пользоваться тогда можно их и не сеять в целом так что вот так то есть на сроки поздним видны уже проявления недостатка влаги элементов питания недостатки у